В полдень больницы города не так загружены, как в 8 утра. В это время не протолкнутся даже около входа в больницу. Пользователи в соцсетях делятся. В 20-градусный мороз пациенты с температурой и кашлем ждут приема на улице. Кто-то с 6 утра, кто-то с 8. Ожидание несколько часов, а в некоторых случаях не один день. Вчера был, очередь стоит. Не дождался, ушел. Сегодня вторая попытка. Сколько вчера стояли? 4 часа вчера ждал. Стояли на морозе на улице? На улице стояли, внутри заходили, столпились. Сейчас люди временно на улице. Где-то из-за кварцевания, а где-то в коридорах просто нет места. Врачи говорят о запредельных нагрузках. Причина такого наплыва – резкий рост заболеваемости в регионе коронавируса. А по ОРВИ и гриппу эпидпорог превышен больше, чем на четверть. Зарегистрировано за прошедшие сутки 1117 случаев новой коронавирусной инфекции. Заболеваемость, к сожалению, растет. Для острых и респираторных инфекций сейчас самое время. То есть это для них характерный рост, подъем. За прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировали более 30 тысяч обращений людей с признаками ОРВИ. Больше половины дети из-за скачка заболеваемости в Шелихове на базе роддома открыли даже амбулаторный детский ковидный центр. Чаще всего сюда обращаются юные пациенты Шелиховского района. Однако при необходимости получить помощь могут дети со всего региона. Болеют дети разных возрастов, от новорожденных до 18-летнего. Приоритет, конечно, детям, которые самого маленького возраста, годовичков, двухлетних детей. Дети, которые постарше, с двух лет до 15, болеют в легкой форме в основном. А дети, которые уже имеют возраст с 15 до 18 лет, болеют практически так же, как болеют взрослые. Сейчас под амбулаторным наблюдением врачей 370 детей. Как отметил заведующий, пока центр расположен в Шелиховском роддоме, будущих мам переведут в Иркутский перинатальный центр. Дарья Макарова, Иван Прокудин. Новости. Сейчас. Час.